Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Европа чешет репу и пытается понять главное, как же так вышло, что их санкции не сработали. Но не в том смысле, что они не нанесли ущерба экономике России, а в том, что они не сработали в куда более важном смысле, они не заставили Европу отказаться от российского сырья. То есть западное горе заключается в следующем. Европа по-прежнему сидит на российских энергоносителях, и это спустя два года от начала санкционных мер, а также спустя 14 пакетов санкций. После этого и правда становится бессмысленно размышлять, почему экономика РФ не страдает от западных мер. Почему? Да потому что ей ни от чего страдать. Вот как бы Европа и правда сделала все то, чем грозилось, еще было бы, о чем говорить, а так, многих санкций фактически нет. Интересный отчет Центра исследования энергетики и чистого воздуха и Центра изучения демократии предоставил вполне сенсационные данные на этот счет. Как утверждают авторы отчета, один из них, Старый Гиан, принадлежащий Азербайджану, на 98% зависит от российской сырой нефти, причем около 73% получает от энергетического гиганта Лукоил, который под санкциями. Тем не менее, почти 9 из 10 баррелей из предприятия идут на запад. Одни только турецкие поставки российских нефтепродуктов на западные рынки принесли Москве порядка 3 миллиардов евро. Анкара увеличила закупки на 105%, экспорт в ЕС подскочил на 107%. Ну что же, все логично. Россия перестала продавать нефть Европе напрямую, но стала продавать ее Азербайджану, Казахстану, Турции, Индии и кучи других стран, у которых все та же Европа закупает, но уже не нефть, а нефтепродукты. Но, как ни трудно догадаться, для России от этого не изменилось почти ничего. Хотя, основные бенефициары этой схемы – индийский МС. Но, скажем, 49% крупного предприятия Neera Energy принадлежит Роснефти. Конечно, Москва дает хорошие скидки. Но выходит так, что дает она их во многом самой же себе. Что самое интересное в этом раскладе, так это то, что навяжая на зубах словосочетание «потолок нефти» никто не употребляет уже полгода, если не больше. Все, нет никакого потолка, и не было его никогда. Всему миру просто показалось. Западные СМИ вычеркнули из своего лексикона выражение «потолок нефти», потому что оно стало настоящим памятником самому обидному провалу санкционной политики. Уж сколько они пиарили в СМИ эту свою инициативу, сколько они пытались ее реализовать. В итоге полный ноль. Да, Россия дает скидки на свою нефть, но потолок здесь ни при чем. Россия в любом случае предлагала бы дисконт, причем примерно такой же. Это банальное следствие срочной переориентации на новые рынки. Фактически, вся эта история с санкциями превратилась в одну сплошную показуху. Санкции ЕС не работают. «Раньше мы покупали российскую нефть, а теперь берем дизель, изготовленный из нее же в результате переработки в другом месте. И это позволяет обойти наши собственные санкции», заявил еще в мае 2023 года глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. И он абсолютно прав во всем, кроме маленького нюанса, никто и не обходит западные санкции. Потому что они изначально и были приняты в таком вот дырявом виде, с кучей возможностей для обхода, ибо в ЕС понимали, что просто не могут отказаться от российской нефти, никак. Даже нынешние проблемы покажутся праздником, если Запад попробует обойтись без РФ. Импортная отрава нам не нужна. 18 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго до 2026 года. Запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из ЕС был введен в 2014 году. За 10 лет существования эмбарго список санкционных товаров планомерно расширялся, а действие указа неоднократно продлевалось. Для России данные меры вылились в положительные изменения, позволив переориентировать большую часть агропромышленного комплекса страны на экспорт и усилить систему продовольственной безопасности. Подробнее о том, на какие товары из стран Запада действует продовольственная эмбарго и почему это решение положительно сказалось на российской экономике. Термином эмбарго, наложение ареста, запрещение обозначают наложение государством запрета на ввоз или вывоз отдельных видов товаров, иностранной валюты, драгоценных металлов, современных технологий и других ресурсов. Установление данного запрета страны вводит с целью Охрана политического и экономического сектора, обеспечение или усиление национальной безопасности, охрана и защита здоровья граждан, выражение несогласия государства с экологической другой страны или отношением к животным. Зачем Россия вела продовольственная эмбарго? Необходимость наложения эмбарго на продукцию, импортируемую из стран Запада, возникла в России еще давно. Тогда часть европейских стран ввела масштабные санкции. Продовольственная эмбарго сроком на один год было введено указом президента России Владимиром Путиным от 6 августа 2014 года. В 2015 году запрет продлили до 5 августа 2016 года, в июне 2016 года, до конца 2017 года, а затем продление стало ежегодным. Предпоследний срок действия продовольственного эмбарго истек пару недель назад, однако обстановка за 10 лет не поменялась в лучшую сторону. В связи с этим 18 сентября президент России подписал указ о продлении продовольственного эмбарго на импорт из стран Запада еще на 2 года, до 31 декабря 2026 года. Как сказал 15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Как показала практика, нет худа без добра. По его мнению, когда руководство РФ пошло на введение продовольственного эмбарго и отказ от поставок западных продуктов питания, это было, конечно, рискованно. Но в итоге по прошествии 10 лет мы констатируем, что мы полностью заместили весь ассортимент собственными продуктами питания, сказал Песков. На какие продукты наложена продовольственная эмбарго на основании указа президента РФ от 2014 года? Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. С 13 августа 2015 года продовольственная эмбарго была наложена на товары из Албании, Черногории и Исландии. В декабре 2020 года оно было распространено на Великобританию, вышедшую из Европейского Союза. С октября 2017 года в Россию было запрещено возить живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и жир животных, животное масло. Введение России с выплатой членских взносов вызвало негодование у руководства ООН. Такими данными поделились китайские журналисты. Членами ООН являются 193 государства, фактически в этой организации представлены почти все ныне существующие суверенные государства. Все они обязаны выплачивать ежегодные членские взносы, размер которых определяется уровнем экономического благосостояния каждой из стран. По словам китайских журналистов, в текущем году сложилась крайне любопытная ситуация с выплатой взносов в фонды ООН. Об этом сообщает издание САХУ. ООН столкнулась с серьезным финансовым кризисом, а организация вынуждена сокращать свои расходы по многим направлениям, рассказали авторы китайского издания. Руководство ООН крайне недовольно уровнем оплаты членских взносов. Ряд государств либо вообще не заплатили, либо закрыли лишь часть своих долгов перед организацией. На этом фоне руководство ООН пытается снизить финансовые издержки, сокращая зарплаты и командировочные расходы сотрудникам. Некоторые вопросы в этой связи есть к России. По данным журналистов САХУ, российская сторона не торопится оплачивать членские взносы в международной организации, и ООН не стала исключением. Москва крайне недовольна предвзятым к ней отношением на международных площадках, где в последнее время все заточено под продвижение интересов США и их союзников. Россия считает, что позиция руководства ООН является предвзятой. В этой связи Москва намеренно задерживает уплату взносов, чтобы таким образом выразить недовольство, считают в Китае. Как отметили китайские журналисты, руководство ООН недовольны. Как считают в Китае, Москва не будет торопиться с оплатой долгов и тем самым продолжит оказывать давление на руководство ООН, требуя от него справедливого отношения ко всем членам организации. Что интересно, ряд других стран также находится в должниках у ООН, и прежде всего это Соединенные Штаты. Последние задолжали организации порядка миллиарда долларов. Во вторник, 23 сентября, стартует неделя высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Продлится она неделю с дополнительным днем 30 сентября. Со своими докладами выступят главы государств и правительств 193 стран-членов ООН. От России 28 сентября выступит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Продолжение следует...